Добрый день, дорогие товарищи! Давайте мы продолжим с прерванного места. Итак, в прошлый раз мы начали разбираться с методами конечных объемов на примере решения нелинейного уравнения теплопроводности. Выписали некое точное решение, правда, немножечко подозрительное. Сейчас мы еще обоснуем, что это действительно точное решение. Оно у нас состоит из тождественного нуля и некой распространяющейся тепловой волны. Но давайте напомним просто модельную задачу, которую мы смотрим, для которой хотим построить схему. Нам главное понять принцип, как эти схемы будут строиться. Итак, у нас есть модельное уравнение, точнее задача модельная, которая допускает точное решение. С начальным условием. Граничным условием. И вторым граничным условием. Точное решение мы выписали. Мы видели, что оно у нас состоит из двух решений. И у нас в окрестности фронта волны, что решение имеет тепловую волну, мы тоже выписали. В окрестности фронта волны у нас неприятности с гладкостью. У нас вот эта вот функция у решения не является дважды непрерывно дифференцированной. Ежели мы применяем простейший, так сказать, самый дубовый способ аппроксимации, то есть берем и дифференцируем правую часть, после этого заменяем производные разностными отношениями, как это принято в методах конечных разностей, мы не получаем ровным счетом ничего хорошего. Почему? Ну, коллеги, мы для того, чтобы вводить определение аппроксимации, говорили следующее. Пусть наша задача дифференциальная обладает единственным решением. Решение этой дифференциальной задачи существует и единственное. В данном случае это так. Мы решение построили, и оно у нас даже единственное. Это можно доказать, что оно единственное. Я доказывать это не буду, это немножечко за пределами нашего курса лежит. Но затем, когда мы вводили определение аппроксимации, мы говорили, а пусть это самое решение нашей задачи будет бесконечно непрерывно дифференцируемо по своим аргументам, по х и т. И вот здесь вот мы приплыли к тому месту, что с непрерывной дифференцируемостью решения мы некие трудности испытываем. Нет у нас этой самой бесконечной непрерывной дифференцируемости решения. И второй производной у нас непрерывной тоже нет. Стало быть, классическое понятие аппроксимации здесь у нас неприменимо. И простую, конечно-разностную схему, опираясь на вот это вот самое понятие аппроксимации, мы строить для этого уравнения не можем. Итак, мы хотим построить другой класс методов для нахождения вот такого решения. А такого рода решения называются слабыми или обобщенными решениями. В каком смысле понимается слабое или обобщенное решение, мы сейчас об этом, может быть, чуть-чуть поговорим, если успеем. И мы хотим строить численные методы, которые относятся к совсем другому классу, не к тому классу, который мы рассматривали до этого, не методы конечных разностей, а методы конечных объемов. Давайте мы в прямоугольнике xt, где мы хотим найти численное решение вот этой задачи, ну, x мы вот этот вот до бесконечности компьютер не любит, поэтому у нас какой-то конечный отрезок всегда, и решение ищем на конечном времени. Введем сетку. Сетка может быть любая. Для простоты, чтобы сокращать выкладки, чтобы не писать какие-то длинные формулы, я введу сетку равномерную. Но она у нас может быть абсолютно любой, какая нам потребуется. Пусть шаги по времени металл, а пространственные шаги у меня h. Я хочу найти сеточную функцию, то есть функцию в узлах сетки. Опять-таки все узлы сетки разумно делить на граничные узлы, в которых у меня значения известны. Вот здесь вот у меня заданное граничное условие. Вот здесь вот у меня заданное начальное условие. А вот здесь вот я каким-то образом перенес граничное условие из бесконечности. Ну, например, считаю, что x у меня достаточно далеко, и в этих самых треугольных точечках у меня значение сеточной функции равно нулю. Мне требуется найти значение сеточной функции во всех узлах сетки, которые являются внутренними узлами. Давайте мы вот эту штуку покроем. Покроем некими фигурами, которыми мы можем замостить плоскость без каких-либо перекрытий и пустых мест. Но ежели мы строим однородный алгоритм, у нас все эти фигуры, которыми мы нашу область хотим покрыть, будут совершенно одинаковыми. Ну, соответственно, каких одинаковых фигур мы можем напридумывать, чтобы плоскость ими без каких-либо дырок и перекрытий покрыть? Ну, таких фигурок у нас достаточно мало. Квадратики, шестиугольники, треугольники. Ежели у нас пространственный случай, там все гораздо интереснее. Если мы хотим строить неоднородный алгоритм, то у нас эти фигуры могут быть не одинаковыми, а разными. Но мы хотим посмотреть пока общие принципы, мы не хотим лезть в какие-то сложные, высокие материи. Давайте мы возьмем и разобьем всю эту самую нашу область на некие прямоугольнички. В зависимости от того, как я эту область покрою системой моих вот этих вот самых фигурок, обладающих конечным объемом, такую схему я и получу. Я могу разные разбиения вводить, и эти разбиения у меня будут все в дальнейшем определять. Ну вот я возьму самое простое, что может быть. Я нарисую линии разбиения вот такие. По вертикали провожу линии параллельной оси Т на расстоянии аж пополам между узлами. А по горизонтали вот эти координатные линии Т равно константа, они у меня и будут. Давайте выделим некий конечный объемчик. Вот я его здесь на этом рисунке и заштрихую. Для построения численного метода, численной схемы, я вот по этому конечному объемчику омега, да, но так как у меня одно пространственное переменное, то конечный объемчик — это просто площадь плоской фигуры. Если у меня пространственных переменных будет, ну, например, 3, мне придется интегрировать по какому-то четырехмерному объемчику. Это тоже можно сделать. Как вы понимаете, это все у нас получается, конечно, значительно сложнее, чем по такому плоскому прямоугольничку интегрировать. Значит, ну, конечно, интеграл в четырехмерном пространстве выписывать — это материал не для лекции. Такими вещами занимаются люди, которым нужно какие-то промышленные задачи решать. Мы пока решаем задачи чисто учебные. И вот по этому самому объемчику я буду вот это вот наше уравнение и интегрировать. Давайте я интеграл по объемчику запишу в таком виде. Продолжение следует... Вот я хочу взять, перенести вот этот вот дифференциальный оператор нелинейный в левую часть. Тогда у меня разность будет равна нулю. Ноль я по любому объему интегрировать одно удовольствие. Это ноль и будет. А в левой части останется вот такой интеграл. Собственно говоря, если объем у меня будет не вот этот выделенный, который я здесь нарисовал, а произвольный, и для произвольного объема U у меня будет удовлетворять вот этому интегральному тождеству, а мы уже поговорили, что интегрирование — это операция гораздо менее требовательная в гладкости под интегральной функции, чем дифференцирование, то тогда у меня функция U будет являться слабым или обобщенным решением задач. То есть я ищу слабое решение задач. И вот когда я начинаю строить метод типа метода конечных объемов, я перехожу к вот этому вот самому интегрированию и опираюсь фактически на определение слабого или обобщенного решения задач. Хорошо, давайте мы конкретизировали наш объемчик, по которому мы хотим интегрировать. Соответственно, у нас вот этот вот самый омега, вот он заштрихован на нашей сетке. И раз это так, то я могу написать вот это равенство, переписать уже, так сказать, ориентируясь на тот объемчик, который я выбрал. Выбирать я его могу достаточно произвольно, там может быть много всяких тонкостей, всяких хитростей, но я выбрал самый простой, по которому интегралы на лекциях быстрее всего выписываются. Вот этот интеграл я перепишу в таком виде. Интеграл от ТН до ТН плюс ТАУ. Вот это вот у меня слой ТН, а вот это вот самое ТН плюс 1, который представляет собой ТН плюс ТАУ. Это расстояние ТАУ. Интеграл от ХМ минус 1 вторая. М минус 1 вторая я просто-напросто от координаты ХМ отнял шаг пополам. Чтобы мне не писать много буквок, я загнал вот этот вот самый отнятый H пополам в нижний индекс, то есть получил фактически какие-то полуцелые узлы сет. Ну, интеграл этот берется, конечно, до ХМ плюс 1 вторая. Вот до сюда. Давайте я тут передо мной Алексей Игоревич Тернов теорфизику читал. Давайте я поступлю как теорфизик, чтобы не забывать дифференциалы в интеграле. Я их напишу сразу после знака интегрирования. ДТ ДХ ДУ ДТ минус ДПДХ У в степени альфа ДУ ДХ. Ну и в силу того, что это у меня слабое решение, у меня интеграл по любому объемчику, в том числе и поэтому, должен быть равен нулю. Чудесно. Вот мы получили такую запись. Теперь мы должны выдохнуть и начать писать наши замечательные интегралчики. Интегралы точно мы, конечно, никогда не возьмем. Давайте мы для того, чтобы использовать вот эти вот самые интегралы, будем применять какие-то квадратурные формулы интерполяционного типа. Вот раз они интерполяционного типа, то отсюда у нас и идет старое название этого класса методов, методы интегроинтерполяционные. Интегро, вот они, интерполяционные, мы начинаем применять формулы интерполяционного типа. Ну, в силу того, что у нас там фактически сумма двух интегралов, знак минус это неважно, это все равно сумма, давайте мы разберемся с первым интегральчиком. Для нашего первого интегральчика мы применяем формулу прямоугольника с центральной точкой. То есть будем считать, что вот по x у нас в точности вот это вот среднее значение. И если мы применяем формулу прямоугольников с центральной точкой, то из нашего вот этого самого первого слагаемого мы получим следующую вещь. Интеграл от tn до tn плюс tau. А формула прямоугольника с центральной точкой говорит, что при интегрировании по x это у меня получится h, длина отрезка интегрирования, это xm минус h пополам, xm плюс h пополам. Стало быть, длина отрезка интегрирования у нас есть просто-напросто h, а эту производную по времени мы считаем в центральной точке нашего отрезка интегрирования. Второй интегральчик. Бог его знает, что делать с вторым интегральчиком. Но давайте мы для вычисления второго интегральчика применим, например, формулу трапеции. Что у нас такое? Трапеция, площадь трапеции, это полусумма длин оснований на высоту этой трапеции. Значит, мы получим интегрирование по x. Давайте я дифференциальчик забыл, извините. У меня значение на верхнем слое и на нижнем слое. От подинтегрального выражения должно браться с весом 1,2. Я вот здесь вот для этого самого веса 1,2 буду писать вот эту вот самую штуку, которая у меня вес сигма. То есть у меня будет сидеть d по dx, u в степени α, du по dx. с весами 1,2 на tau. И вся эта штука у меня обязана равняться нулю. Замечательно. Теперь я вижу первый интеграл, который у меня стоит. Так с ним просто совершенно замечательно работать. h у меня выносится за знак интегрирования, она от t не зависит. И для того, чтобы вычислить вот эту штуку, пользуемся формулой Ньютона-Лейбница. Получаем h, u, n плюс 1, m минус u, n, m. Второй интеграл со вторым интегралом тоже достаточно просто. Здесь производная по х и по х интегрируется. Значит, у меня будет минус tau. А вот здесь вот у меня будет стоять такая штука. u в степени α, du по dx. x равно xm плюс h пополам минус u в степени α, du по dx. x при х, равном xm минус h пополам. Все это дело с весом 1,2 и умноженное на tau. То есть второй интеграл расписали по формуле трапеции. Ну, бог его знает. Может быть, я для простоты мог бы применить, ну, например, формулу прямоугольников, но я бы получил более низкий порядок аппроксимации этого интеграла. Чудесно. Теперь смотрите. Вот эти вот самые штуки, которые у нас есть здесь, вот эти произведения u в степени α, du по dx, я должен приблизить. Приблизить где? В точках xm плюс 1,2, xm минус 1,2, и на n плюс первом слое по времени, и на n-том слое по времени. То есть вот в тех точечках, которые я рисую. Ну, крестики у меня уже были. Давайте я вот такими вот сплошными кружочками нарисую эти точки. Нарисовал сплошными кружочками. Чудесно. Давайте я вот эту штуку сотру. И с первым слагаемым я уже ничего не делаю. Оно у меня хорошее. Производная du по dx между узлами. Я ее классным образом, по формуле с центральными разностями, приближаю со вторым порядком аппроксимации по h. Значит, я должен приблизить эту штуку u в степени α, х, равное xm плюс 1,2 умножить на u, m плюс 1, минус u, m на h. Все это с весом нижнего и верхнего слоя по 1, 2, чтобы наши трапеции были. Минус такое же выражение на h. на h. И все это тоже с весом 1, 2. И вот здесь вот у меня закрывается квадратная скобочка. Вся эта штука должна равняться нулю. Равенство в этой строчке у меня не влезает, поэтому я немножечко нехорошо и жаргонно напишу вот так вот. Нормального переноса у меня не получилось. Остается последний нерешенный вопрос. Мне нужно вот этот вот самый нелинейный коэффициент u в степени α приблизить между узлами сетки. Вот в этих самых точках, которые я нарисовал жирным белым пятно. Давайте посмотрим, как мы это можем сделать. Первый способ. Давайте мы возьмем и будем считать, что вот эта штука, ну понятно, что вот это выражение будет приближаться аналогично только со сдвигом индекса, что вот эта вот штука у в степени α при x равном xm плюс 1 вторая t равным tn будет представлять собой просто-напросто значение функции u от интерполируемого линейно. Вот в этих точках у нас известно. В этих точках k, известно, мы их будем находить. Интерполируемое линейно по известным точкам. То есть мы можем нарисовать вот такую вот формулу. А можем поспользоваться вот таким образом. Мы будем считать, что u в степени α в этой самой точке x равно xm плюс 1 вторая t равняется tn будет равно u nm в степени α плюс u nm в степени m плюс 1 в степени α пополам. То есть мы взяли не функцию от среднего, а мы взяли среднее значение функции в этих двух точках. Вот здесь и здесь. Вопрос. Уважаемые коллеги, а какой способ у нас приближение вот этой вот самой штуки первой или второй будет для нашей задачи лучшей? По всей видимости, раз у нас в нелинейном уравнении получилось два совершенно разных приближения одной и той же величины, то, наверное, они должны обладать разными свойствами. Ну, мы можем дать совершенно правильный и тривиальный ответ, да кто ж его знает. Можем дать ответ менее тривиальный. Давайте вспомним, как устроено решение задачи вот этого самой Самарского Соболя-Зельдовича при каком-то фиксированном времени Т. Я вот эти вот самые сотру наши красивые выражения и нарисую точное решение. В фиксированный момент времени в точке фронта у меня функция обращается в ноль. Перед фронтом у меня нулевое значение. За фронтом у меня какая-то вот такая вот штука с бесконечной производной. и, допустим, точка хм плюс 1 вторая у меня попала сюда. У меня есть точки хм и хм плюс 1. Вот я взял значение у в этих точках. Допустим, я как-то так построил схему, что в момент времени Тн у меня решение крайне мало отличается от точного. И я могу считать, что у меня сеточная функция и точные крайне близки. И свойства, что я проверяю по приближенному решению, по сеточной функции, что я проверяю по точному решению, будет одно и то же. И я сказал, что у меня этот коэффициент, это у меня берется среднеарифметическая, то бишь линейная интерполяция, попадая в эту точку и говорю, что коэффициент, вот этот переменный коэффициент теплопроводности, у меня значение вот этой точки треугольной, в степени альфа. Точное решение у меня бы было вот это. И соответственно, то, что у меня здесь набегает какая-то ошибка, и я все это дело в степени альфа возвожу, ну, понятное дело, что это погрешность, я могу каким-то образом оценить. Погрешность линейной интерполяции, смотри, прошлый семестр. Погрешность возведения в степень, смотри, самое начало прошлого семестра, эта погрешность будет достаточно небольшой, она будет порядка h квадрат, то есть именно с тем порядком аппроксимации, какой мне нужен, она у нас будет всегда. Давайте теперь посмотрим, что будет, если я использую второй способ. У в степени альфа у меня устроено так, что это всегда линейная функция. И вот я вычислил значение у в степень альфа в узлах и вычислил среднее. Когда я линейную функцию приближаю с помощью линейной интерполяции, я получаю точное значение. То есть у меня погрешность в вычислении коэффициента теплопроводности сразу становится равной нулю. И, соответственно, погрешность вот этих вот самых формул численного интегрирования, которые у меня здесь написаны, состоит только из погрешности вычисления вот этих вот самых потоков численных через вот эти конечные разности. Здесь погрешность O, большой этаж квадрат, а вот эту штуку мы в этом приближении делаем точно. Ну, можно сказать, следующий аргумент, что, ребятки, вот это вот все очень классно, но вы взяли решение одной единственной модельной задачи Самарского Соболя Зельдовича. Мы сами сказали, что это модельная задача, которая к реальности имеет очень-очень малое отношение, и здесь она у нас выбрана только ради того, чтобы мы смогли выписать точное решение дифференциальной задачи. Это, конечно, так. Но если мы начинаем решать нелинейное уравнение теплопроводности, у которой коэффициент переменный, то доказано, что для любой задачи такого рода в окрестности точки фронта, то есть в малой окрестности вот этой вот самой штуки, у нас решение любой задачи асимпатически устроено так же, как решение задачи Самарского Соболя Зельдовича. То бишь, у в степени альфа брать у нас гораздо более точный способ аппроксимации. Замечательно. Раз мы это решили, то теперь мы воспользуемся тряпкой и напишем здесь УМ в степени альфа плюс УМ плюс 1 в степени альфа пополам. А вот здесь вот мы запишем примерно такую же штуку УМТ в степени альфа плюс УМ минус 1 в степени альфа. Выясняется, что даже погрешности аппроксимации далеко от фронта вот таких вот бегающих волн по нашей области не портят аппроксимацию. Для нас самое главное те места, где потоки близки к нулю, то есть сколь угодно малые окрестности вот этого фронта. А там вот такая аппроксимация у нас заведомо дает лучшее значение. Теперь для того, чтобы привести нашу схему в канонический вид, мы должны вот эту вот самую штуку, которая получилась путем замены наших интегралов по ячейке через квадратурные формулы, поделить на объем ячеечки, то есть на произведение h и tau и получить окончательную разносную схему. Если я делю на произведение h и tau, то вот здесь вот вместо h у меня вылезет единица на tau, а здесь вместо tau вылезет единица на h. То, что у нас получилось в результате, мы получили аналог схемы Кранко-Никклсон для нашего нелинейного уравнения. Естественно, на верхнем слое, там, где у нас вот эта вот самая штука, одна вторая вес, вес верхнего слоя одна вторая, у меня u n плюс первая сидит здесь, сидит здесь, оно у меня входит с неким весом, неравным единичке, получил нелинейную систему разносных уравнений, и там дальше я начинаю придумывать итерационный метод для решения этой самой нелинейной системы. Ну, обычно здесь используется либо метод простых итераций, мы считаем вот эти штуки на предыдущей итерации, причем значение нулевой итерации берем с предыдущего слоя по времени, а дальше начинаем итерационно это все дело крутить. Либо пишем леонеризацию по ньютону на верхнем слое, получаем линейную систему и решаем ее с помощью какого-то варианта метода прогонки. Либо еще как-то разбираемся. Свойства нашей схемы и то, какая схема будет получаться, зависит от двух вещей. Какой контур мы здесь выберем. Я могу выбирать не обязательно такой четырехугольничек, я могу взять что-нибудь другое, покрыть какими-нибудь другими непересекающимися фигурами без пустых мест и без перекрытий. И даже если я выбрал вот такую фигуру, то у меня результат будет зависеть от того, какие именно формулы численного интегрирования, какие именно квадратурные формулы я использую для приближения моих интегралов. То есть поэтому у нас методы конечных объемов, потому что даже в самом простом случае я могу использовать разные квадратурные формулы и по-разному вот эти вот самые конечные объемчики кидать на мою сетку. Понятное дело, что подход общий. У меня могут быть и две пространственных переменных, и три пространственных переменных, и сетка-то может быть неравномерная, бог ее знает какая, и покрыть-то мы можем эту область самыми разнообразными способами. И в зависимости от этого мы будем получать тот или иной конечный метод, относящийся к классу методов конечных объемов. Почему мы смотрим на этой задачи, а не для линейного уравнения теплопроводности? Для линейного уравнения теплопроводности метод конечных объемов даст нам в точности то же, что бы мы получили при замене наших производных конечными разностями. Для линейных задач они у нас будут эквивалентны. Для задач нелинейных, обладающих слабыми, обобщенными решениями у нас методы конечных разностей и конечных объемов не эквивалентны. Это принципиально разные классы методов. То есть когда-то считал, что это более-менее одно и то же, но они у нас принципиально разные. Для метода конечных разностей, ну, ой-ой, для линейных уравнений метод конечных разностей представляется естественным, во всяком случае, для параболических задач. Потому что у нас решение, как нам известно из курса уравнений математической физики, будет представлять собой гладкую, бесконечно, непрерывно дифференцируемую функцию своих аргументов. Ну, значит, у нас там и определение аппроксимации выполняется, и вся теория годится. Конечные объемы будут давать абсолютно те же разностные схемы, что и метод конечных разностей. Ничего нового мы там не внесем. Ежели у нас уравнение становится нелинейным и решение у нас становится обобщенным, то метод конечных разностей у нас даст нам какую-то чушь. Мы живем там, где основные теоретические положения построения этих методов просто-напросто не работают. Так как обобщенное решение понимается именно как некое интегральное тождество, как некое интегральное соотношение, то построение разностной схемы на основе этого интегрального соотношения для такого класса задач является совершенно естественным и совершенно разумным подходом. есть гипотеза, что только эти методы и будут давать нам устойчивые схемы аппроксимирующие. Эта гипотеза касается свойств консервативности. Мы напомним, что под свойством консервативности мы понимаем следующее, что ежели у нас в какой-то задаче есть некий закон сохранения, то он должен автоматически выполняться в задаче разностной. Вот ежели мы пойдем в нашу исходную задачу о имени товарища Самарского Соболя Изельдовича, то вот у нас что есть. Давайте мы вот эту штуку проинтегрируем по всему объему нашему, то есть по всему тому прямоугольнику, в котором мы решаем нашу задачу. с первым слагаемым справиться легче всего. У нас интегрирование по t дает разницу интегралов от 0 до x в нулевой момент времени и в последний момент времени. Но в нулевой момент времени у нас начальное условие тождественной 0. 0 я от 0 до x интегрирую, получаю 0. Следовательно, я получаю интеграл от 0 до x u от x t большое. вот этот вот интеграл. Вот этот вот интеграл у меня будет содержать тоже только одно слагаемое. Я выбираю такое t, у которого волна не добежала до правой границы отрезка интегрирования. На правой границе отрезка интегрирования тогда у меня в любой момент времени du по dx равно 0 и u в степени альфа тоже равно 0. Стало быть, эта штука у меня получается равной 0. И у меня остается только значение потока на левой границе. Минус интеграл от 0 до t u в степени альфа du по dx при x равном 0 dt равняется 0. Вот эта штука имеет смысл следующий. У меня энергия системы, если u у меня температура, то вот эта полная энергия во всей нашей системе, в финальный момент времени, есть интеграл от потока энергии через левую границу. Сколько мы через левую границу в нашу систему чего-то закачали, столько там и было. То есть только поток через левую границу у меня влияет. Закон сохранения энергии хорошая штука это фундаментальный закон. У нас для консервативности нашей разностной схемы закон сохранения энергии должен автоматически обеспечиваться на нашем разностном уровне. То есть у меня в каждый момент времени, если я просуммирую разности по времени вот здесь вот по пространственной сеточке, должен остаться только поток энергии через левую границу нашей расчетной области. Все остальные потоки у нас должны в сумме дать ноль. Ну, легко видеть, что это действительно так. потому что, смотрите, поток между m-1 точкой и между m-1 точкой они у нас одинаковые, они отличаются только с двигом индексов. Поэтому вот здесь-то вот этот поток у нас входит со знаком минус, но когда я буду считать предыдущую точку m-1, он войдет со знаком плюс. И стало быть, сумма этих потоков через границу ячейки у меня будет нулевая. и ежели я пробегусь по всей сетке и просуммирую, то у меня вся вложенная энергия будет определяться только левой границей. Ежели я возьму и продифференцирую исходное уравнение, а это операция незаконная, как мы выяснили, заменю разностной схемой и посмотрю, что у меня будет с нашими потоками, то выяснится, что в этом случае у меня возникнет система разностных стоков. У меня наша энергия, пребывающая в систему через левую границу, начнет куда-то в никуда исчезать. Ну, разностные схемы, которые нарушают закон сохранения энергии, являются с точки зрения физики плохими разностными схемами, а с нашей точки зрения аппроксимации они не являются аппроксимирующими разностными схемами по той простой причине, что у нас просто-напросто нет бесконечной непрерывной дифференцируемости нашего решения. Решение у нас слабое или обобщенное. Теперь, уважаемые коллеги, как нам разобраться с устойчивостью вот этой вот самой нелинейной схемы? Вопрос очень классный и совершенно не риторический, потому что если для линейных дифференциальных задач для уравнений частных производных теория устойчивости построена, мы посмотрели простейший случай признак фон Неймана для эволюционных задач с постоянными коэффициентами, не все линейные задачи, к сожалению, у нас являются задачами с постоянными коэффициентами, у нас могут быть в реальной жизни куча задач с коэффициентами переменными, но для задач с переменными коэффициентами линейными мы тоже можем построить некую теорию. Ну, есть, например, признак самарского, энергетический признак. Я его не буду рассказывать в лекционном курсе, потому как у нас времени на лекции достаточно мало остается, а материал в лекционный курс впихнуть нужно много, но все желающие могут посмотреть его в учебниках, хотя бы в тех учебниках, которые вам рекомендованы в основном курсе. ежели у нас задача нелинейная, то у нас на помощь приходит так называемый принцип замороженных коэффициентов. Принцип замороженных коэффициентов является неким эвристическим способом проверки на устойчивость. Он, вообще говоря, неверен, потому что можно придумать контрпримеры, когда по принципу замороженных коэффициентов схема будет устойчивой, а на самом деле она устойчивой не будет. Такие контрпримеры придумываются специально классическими математиками для того, чтобы затруднить жизнь вычислителям и сказать, что все ваши эвристические приемы ничего не стоят. Если у нас задача практическая, то принцип замороженных коэффициентов в практической задачи чаще всего работает. он заключается вот в чем. Давайте мы вот этот вот самый коэффициент, который у нас есть, возьмем и заморозим по сетке. Будем считать, что у альфа, вот в этой самой штуке, которая есть, это у нас некая постоянная величина, это у нас есть максимум по всей сетке вот от этой вот штуки у у н м в степени альфа плюс у н м плюс 1 в степени альфа попало. То есть коэффициент теплопроводности мы берем самый-самый-самый-самый-самый большой по сетке и считаем, что окрестностью вот этого самого-самого-самого-самого-самого большого у нас и определяется эволюция наших гормон. После того, как мы это сделали, мы получили разностную схему с постоянными коэффициентами, на которую мы можем натравить спектральный признак устойчивости Джона фон Неймана. Так как схема у нас получилась в точности схема Кранка-Никольсен, а на схему Кранка-Никольсен мы этот признак уже натравливали, смотрели, что он нам дает, мы получаем, что в этом случае наша схема у нас будет являться безусловно устойчивой. Это классный результат, внушающий некий оптимизм, что вот эта вот самая схема у нас может быть пригодна для нашего расчета. Ну, на самом деле эта схема действительно является безусловно устойчивой. Все неприятности, которые у нас в этой схеме происходят, происходят в двух местах. Место номер раз. Вот эта система линейная, это некое приближение нашей разностной схемы, а вообще говоря, у нас система не линейная, и мы ее должны решать либо методом простых итераций, либо методом Ньютона. Метод простых итераций может сходиться крайне медленно. Метод Ньютона может капризничать и сходиться быстро, но не от любого начального приближения. то есть слишком большая погрешность на итерациях, которая у нас допущена при решении нелинейной системы, может нам оказать влияние на устойчивость. Мы же с вами говорили, что в определении устойчивости у нас возмущения, которые затухают, должны быть не любые, а только меньше некоторого какого-то возмущения по норме. А вот это некоторое какое-то, мы его заранее никогда не знаем. Мы не знаем, что это за возмущение. И может быть при решении нелинейной системы мы слишком сильно наврали. Это вещь, которая часто встречается и которая не является уникальной, да, может быть такой. Так, об устойчивости. Сказали, что два места есть, да? Первое место это, это, вот это, а второе место вот в чем заключается. Уважаемые коллеги, у нас может быть наша разностная схема не монотонной, то есть она может нам давать некие нефизичные осцилляции. Вот если мы решаем нашу разностную задачу по не монотонной схеме, точное решение то у нас получилось вот такое, а разностное решение, которое мы строим получается вот такое. Вот это и вот это вещи не опасны. Если у нас схема устойчивая, они у нас разойдутся, все хорошо. хорошо. Но вот здесь вот мы залезли в отрицательную область. Хорошо, если альфа у нас равно, например, 2. У нас все чудесно, и вот это залезание в отрицательную область не страшно. Если альфа у нас равно, например, 3, то в окрестности тех мест, где у нас залезли в отрицательную область, задача просто-напросто становится некорректной. Мы получаем в первом приближении обратную задачу теплопроводности, задача теплопроводности с отрицательным коэффициентом теплопроводности. Она у нас некорректно поставленная, и, следовательно, для нее не может существовать устойчивой разностной схемы. Если у нас устойчивой разностной схемы нет, то все разлетится к чертовой матери. Если это у нас задача какой-нибудь электронной или ионной теплопроводности, альфа, ну, например, 3 вторых или 5 вторых, то для отрицательных у, у нас у в степени 5 вторых просто-напросто не определено. Следовательно, просто устойчивости нам здесь, вообще говоря, недостаточно. Мы должны следить за тем, чтобы наша разностная схема обладала бы еще и более сильным, чем устойчивость свойством, чтобы она у нас была монотонной разностной схемой, чтобы мы не улетели в те места, где вычисление коэффициента теплопроводности у нас либо не определено, либо мы получаем некорректную и стало быть абсолютно неустойчивую задачу. Значит, соответственно, если мы хотим решать по монотонной схеме, мы, может быть, для каких-то случаев должны отказываться от схемы Кранко-Николсон, применять квадраторную формулу более низкого порядка и, соответственно, вот этот вес смещать от 1 2 ближе туда в сторону единички, в сторону использования данных на следующем слое по времени. Ну, хорошо, это все вопросы практических вычислений. Опять-таки, одномерный случай для волны Самарского Соболя-Зельдовича это все было интересно и откровением в первой половине 60-х годов, а сейчас волна Самарского Соболя-Зельдовича является стандартным тестом для программ, решающих, ну, естественно, в многомерном случае, какие-то нелинейные уравнения теплопроводности или нелинейные уравнения диффузии. Ну, очень интересно сейчас это все дело для, например, нефтяников, но так как нефтяники это не ваш факультет, то мы на этом деле останавливаться больше не будем. хорошо. Вот здесь вот у нас был маленький и такой совсем коротенький экскурс в область решения нелинейных уравнений методами конечных объемов. Понятное дело, что мы построили в простейшем случае простейшую разностную схему, а в более сложном случае нам нужно оценивать и считать какие-то более сложные и вообще говоря, многомерные интегралы, но народ это благополучно делает, эти классы методов развиваются, по ним существуют килограммы и тонны публикации в научной периодике, если кому-то нужно будет, ну, для конкретного метода и конкретной задачи, почитайте, разберетесь, построите. Хотя, конечно, это не замена производных конечными разностями, здесь работы достаточно много. И вот в этом месте, прежде чем идти к уравнениям других типов, а у нас еще есть куча всего гиперболического и эллиптического, давайте мы поговорим про еще один класс, еще, точнее, не один, а два класса методов на примере того же самого уравнения теплопроводности. То, что я буду рассказывать для линейного и нелинейного уравнения по своим идеям отличаться не будет, но зато будет очень сильно отличаться по тем формулам, которые нужно писать и которые нужно применять. Поэтому давайте я сейчас опять-таки сделаю некое отступление и буду смотреть случай линейный. Для нелинейного все пойдет почти без изменений за одной небольшой разностью интегралы будут гораздо противнее и сложнее. Мне их труднее будет на лекциях считать. Итак, следующий кусочек, который у нас был после понятия о методах конечных объемов, это понятие о методах конечных элементов. , они будут разъясняем говорим о методах разъясняем и в разъясняем И мы Ну, уважаемые коллеги, если вы хотите нормально изучить методы конечных элементов, русскоязычных учебников на эту тему я хороших не знаю, но есть лучше, есть хуже, есть средники. А вот совсем самый хороший учебник, это учебник англоязычный, там один из авторов Зинкевич. И учебник Зинкевича представляет собой три увесистых тома. Формат каждого тома чуть-чуть меньше, чем А3, а число страниц там чуть-чуть меньше, чем полторы тысячи. Значит, и так, чтобы прочитать хороший курс методов конечных элементов, нам нужно пересказать примерно 4,5 тысячи страниц математических текстов. Ну, это все очень классно. Понятно, что это уже скорее энциклопедия, чем учебник, но мы не сумеем пересказать даже и десятую часть. Мы одной, точнее полутора лекциями про конечные элементы ограничиваемся. Давайте будем смотреть все это дело тоже на примере линейного уравнения теплопроводности, одномерно. Для нелинейного будет все то же самое, но как вы потом поймете, интегралы, которые я буду выписывать, будут гораздо страшнее, и мне их считать гораздо будет невыносимее. Итак, у нас есть начальная краевая задача. d будем считать константой. Если оно не констант, а там тоже интегралы ухудшатся. Я не люблю считать длинные и тяжелые интегралы во время лекции. Для простоты я буду на границах ставить граничные условия первого рода. У нас есть одно начальное условие и два граничных условия первого рода. Условия второго рода или третьего рода не принципиальны. Они тоже приведут к чуть-чуть более сложным интегралам. Я уже как ленивый человек сказал несколько раз, что я не хочу сложные интегралы считать. Давайте посмотрим, в чем отличие методов конечных объемов и конечных разностей от методов конечных элементов принципиально. В методах конечных разностей и конечных объемов мы рассматриваем сеточные функции, определенные в каком-то дискретном множестве точек. Сетка у нас может быть регулярной, нерегулярной, равномерной, неравномерной, с одинаковыми элементами, с неправильными, с неодинаковыми элементами. Но мы всегда находим сеточную функцию. Но опять-таки есть немой, так сказать, коллег из АПМ, хороший пример, принадлежащий Александру Шелькову, что если у нас наше точное решение, наша функция – это слон, то сеточная функция – это стая мух на слона севшая. Вот этой стаи мух мы слона в джунглях и приближаем. Ежели у нас методы конечных элементов, то решение у нас получается в виде некой функции. Иногда это бывает удобно, потому что с некой функцией мы можем обращаться не как с сеточной функцией. Сеточную функцию мы, например, дифференцировать не умеем. А если у нас появится функция, которая, скажем, например, один раз непрерывно дифференцируема, то мы ее сумеем продифференцировать. Итак, в чем заключается метод конечных элементов? Давайте мы на нашем отрезке 0,1 выберем некую систему функций. Давайте мы эти функции будем обозначать через ψ от х. Пусть эти функции на нашем отрезке 0,1 будут образовывать базис в каком-то пространстве. В каком пространстве? Ну, наше дело выбрать, какие функции мы хотим для этого дела посмотреть. Вообще говоря, функциональный базис — это базис бесконечно мерный. У нас вот эта вот самая штука, индекс у нашей базисной функции ψ должен пробегать от единицы до бог его знает чего. И раз это базис, то мы умеем любую функцию раскладывать по этому функциональному базису. Примеры функциональных базисов на отрезке 0,1, независимых базисных функций, мы все знаем. Например, это степени, х в нулевой степени. Ну, давайте я псиноль нарисую тоже. Пример. В степенной базис. И тогда любая функция от х у меня на отрезке 0,1 должна приближаться к полиному. Ну, то, что это можно сделать, мы знаем. Есть теорема Вейер-Штрасс о равномерном приближении функции полиномами и прочее, прочее, и прочее. Базис бесконечно мерный. Давайте мы будем искать решение нашей задачи в виде разложения по базисным функциям. Но у нас компьютер не любит бесконечность, а мы это разложение по базисным функциям хотим найти именно на компьютере с помощью компьютера. Стало быть, мы должны иметь не весь этот базис, а какое-то конечное подмножество функций нашего функционального базиса. Псиноль от х, псиноль от х. Конечномерное подмножество. Давайте вспомним, чему нас учат кафедры высшей математики на уравнениях математической физики. Ну, например, тому, что вот это вот уравнение, которое мы нарисовали здесь, мы можем решать с помощью метода разделения перемен. То есть мы будем считать, что у у нас есть функция t, зависящая от времени, на функцию х, зависящая от пространственной перемены. И у нас в этом случае у будет представляться рядом и от нуля до бесконечности, a и t, t и t от t, x и t от x. Ряд у нас, как правило, при таком решении методом разделения переменных, бывает не по степеням, а по каким-то другим функциям. Ну, например, в методе Фурье ищутся собственные функции вот этого вот самого пространственного оператора. Они у нас будут синусами и косинусами. Синусы и косинусы, трагонометрический базис удобный. Он у нас еще и ортогональный базис, меньше вычислений. И ищем решение в виде вот такого вот бесконечно-мерного ряда Фурье. Естественно, бесконечно-мерный базис на компьютере у нас плох. Поэтому давайте мы будем применять аналоги методов разделения переменных. Выберем вот такое вот конечномерное подпространство нашего бесконечно-мерного пространства базисных функций. И будем считать, что у от хт у нас примерно равна сумме ж от единицы до n, а житая от нуля на пси житая от пси. Пси — это базисные функции. Креэффициенты а в этом случае называются степенями свободы. Это некое такое наследие теоретической механики. Точное решение у нас может быть, если у нас здесь эта штука бесконечность. Тогда это просто-напросто, ну в частном случае, какой-то бесконечный ряд Фурье. Если у нас вот такая штука, то это некий аналог конечномерного ряда Фурье. То есть начинается наша схема методов конечных элементов с того, что мы выбираем набор конечномерных базисных функций. Дальше мы можем идти двумя путями. Вариационные методы. Методы риц. Давайте мы возьмем вот эту вот самую штуку. Про функцию пси нам известно, про а нам, но мы их и найти хотим. И засунем в наше уравнение. Точного решения мы не получим никогда. Точное решение у нас представимо в виде такой суммы, но бесконечной. Если у нас конечномерное подпространство, нашего бесконечномерного пространства базисных функций, у нас всяко получится невязко. Сумма ажитая. Пси житая. Ж у меня меняется от нуля до n. То есть у меня индексы суммирования везде одни и те же. А с точкой, это у меня производная а по времени. Ж у меня по времени, естественно, не дифференцируется. Минус. Сумма ажитая. И теперь наша задача заключается в следующем. При фиксированном наборе базисных функций и известный f выбрать степени свободы таким образом, чтобы у меня эти степени свободы давали бы минимум, ну, например, квадрату невязки. То есть я ищу ажит-набор как значение набора, которое доставляет минимум квадрату невязки при подстановке этого решения в нашу систему уравнения. Естественно, у меня метод будет зависеть от того, какой я выбрал набор базисных функций. А так как наборов базисных функций у меня может быть вагон и маленькая тележка, то вариационных методов у меня может быть сколько угодно. Вторая часть — это проекционные методы. Давайте мы выберем, кроме n плюс одной штуки базисных функций, еще набор функций какой-то. Бог его знает. Может, не n плюс одна штука, а другое число. Назовем их функции сравнения. В простейшем случае набор функций сравнения у меня может совпасть с набором базисных функций. Может не совпасть. Тогда мы численный метод строим следующим образом. Мы вот это приближенное решение, которое у нас есть вот здесь, берем и отправляем в наше уравнение. После того, как мы отправили в наше уравнение, мы уже сказали, что точного решения мы никогда не получим. У нас получится приближенное решение с какой-то невязкой. Давайте мы наложим условие следующее, что наша невязка должна быть ортогональна каждой из функций сравнения. Ну, ортогональность, понятное дело, что такое. Мы берем эту невязку, домножаем на функцию сравнения и считаем интеграл от нуля до единицы. И каждый такой интегральчик у меня должен равняться нулю. Из условия равенства нулю в систему этих интегралов мы получаем некую систему уравнений на степени свободы, которые у нас фигурируют вот в этой вот штуке. Ну, ясное дело, что проекционных методов у нас может быть еще больше, чем вариационных методов, потому что у нас и базисных функций наборов может быть сколько хош. И функции сравнения мы можем придумывать массу самых разнообразных. Давайте посмотрим, выберем какой-то набор базисных функций. И попробуем с этим набором базисных функций построить вариант проекционного метода. Да, проекционных методов масса, в зависимости от того, как они у нас выбираются с системы базисных функций и системы функций сравнения, там и методы Галеркина, и Бубнова-Галеркина, и Петрова-Галеркина, и разрывный метод Галеркина. В разрывном методе Галеркина базисные функции не являются непрерывными функциями. Могут быть и такие фу-базисы. Их масса, 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 масса с разными свойствами для уравнений самого разного типа. Давайте попробуем понять, что же нам все-таки сделать. Какие у нас требования на базисные функции? Что у нас получают... Какие у нас требования на функции сравнения? Ну, уважаемые коллеги, я думаю, что вы хорошо понимаете на третьем курсе, что гораздо удобнее работать в базисе ортогональном. В ортогональном базисе куча скалярных произведений у нас становится равным нулю. Если скалярные произведения у нас становятся равными нулю, их не считать. У нас будет более простая система дифференциальных уравнений для наших степеней свободы. И все у нас получится совсем хорошо. Кроме того, ежели мы вспомним прошлый семестр, то мы скажем еще и следующий выводу можно прийти, что когда у нас система базисных функций близка к ортогональной, то у нас и число обусловленности получающейся системы получается меньше, она у нас легко решается. Стало быть, мне очень хочется выбрать не просто какую-то систему базисных функций, например, систему степеней, хотя ее тоже можно выбирать, теория не запрещает, система степеней линейно-независима. А мне хочется выбрать такую систему базисных функций, которая была бы близка к ортогональной системе базисных функций. Дальше. Что у нас с гладкостью этих самых базисных функций? Ну, казалось бы, что нужно для нашего линейного уравнения теплопроводности выбирать базисные функции хотя бы два раза непрерывно дифференцируемые. То есть такие, чтобы у нас существовали вторые непрерывные производства. Ниже мы увидим, что на самом деле нам достаточно одного раза кусочной непрерывной дифференцируемости. Мы можем понизить гладкость этих базисных функций по сравнению с гладкостью самого решения. Давайте мы выберем самую популярную среди методов конечных элементов систему базисных функций. Эту систему я буду строить следующим образом. Вот возьму я отрезочек от нуля до единички. Давайте я на этот отрезочек от нуля до единички кину какое-то количество точек произвольно. Но пусть я их рассортировал в порядке убывания. У меня если и больше ж, то хит всегда лежит правее, чем у хжит. Пусть у меня х0 совпадает с нулем, хнт совпадает с единичкой, а вот здесь вот у меня как-то живут х1, х2, х3 и так далее, хн минус 1. Давайте я возьму некую базисную функцию ψ0 от х. Эту базисную функцию ψ0 от х Так, нехорошо ее обозначать ψ0 от х. Давайте я ее обозначу. Фи было, Пси было, пусть будет это. Функцию это от хт я возьму следующую. В0 от х. При этом это от хт тождественно равно 0. Если х у меня больше, чем х1, но меньше, чем хн минус 1. Вот эта функция у меня один раз, это у меня кусочный непрерывная функция. Она у меня один раз кусочный непрерывно дифференцируемая. Эта функция у меня устроена таким образом, что она у меня всегда удовлетворяет нашим граничным условиям. Какие бы я в0 и в1 не взял, она у меня на границе получается именно такая. В большей части области эта функция у меня тождественно равна 0. И отлично от 0 только вот на двух вот таких вот отрезочках. Давайте напомним из матанализа понятие носителя функции. Вот носитель функции это замыкание того множества, где функция отлично от тождественного нуля. То есть носитель вот этой функции это от хт, у меня фенитный, и является объединением вот этого отрезочка и вот этого вот отрезочка. Давайте со всеми остальными хами я возьму и свяжу некую функцию с фенитным носителем. То есть я буду считать, что у меня базисная функция ψкатая от х есть бэсплайн первого порядка с дефектом 1, построенная на носителе от хк-1 до хк-1. Хк у меня серединка носителя. Один у меня порядок бэсплайна, и один у меня дефект этого самого бэсплайна. Что такое бэсплайн? Мы с вами помним по прошлому семестру. Эти функции у меня представляют собой вот такие вот крышечки. Здесь я нарисовал b1.1 от х, х2. Ну точно такие же крышечки у меня настроены в х3, х4, х1 вплоть до хн-1. Почему такой базис хорош? Почему его можно применять? И как с помощью такого базиса мы построим для решения нашей задачи проекционный метод, мы тогда договорим в следующий раз. Сейчас мы сказали, что их будет много. Вот я в качестве базисной вот такой вот штуки выбрал систему функции с фенитным носителем. Мне, наверное, еще минут 30 нужно для того, чтобы построить простейший вариант метода конечных элементов. После этого мы выдохнем и начнем говорить про уравнение и системы уравнений в частных производных гиперболического типа. Тогда на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.